Добрый день, друзья! Игорь Жабский представляет. Сегодня 9 августа 2017 года. 7 августа этого года я снимал отсюда видео, нет, делал фотографии. Тут все было затоплено. Как видите, два дня, и вода от нас ушла. Все те беды, которые натворил циклон, ждали тайфуна, но он, видать, прошел стороной. Но, тем не менее, натворил дело и в Покровке, особенно в Уссурийске, в близлежащих селах. Вот я сейчас зайду и покажу сверху, где я снимал и панораму, и отдельные эпизоды. Вот с этой горки я снимал панораму. Вот эти цветы, которые были полностью в воде. Сейчас, видите, они уже освободились от водного плена. Вон там еще немножко остается вода. Ну и она скоро уйдет. Основная же масса воды, как видите, ушла. Травка зеленеет, солнышко блестит. Я тут на бугорочке вам все показываю. Вот это место, где было залито водой. Так что, все, кто жил в Покровке, кто видел мои фотографии, можете успокоиться. У нас все нормально. Мы пережили это время непогоды. Чего желаем уссурийцам и жителям других сел, которые попали под этот вводный замес природы. Вот эта вот детская площадка была тоже в воде. Сейчас, как видите, здесь воды нет. Также не в воде. И вот это детский комплекс. Все очистилось. Пойдем дальше, посмотрим. Дети уже оседлали качели и качаются в полный рост. Мы сейчас немножко пройдем. Вот эти качели я снимал, которые были в воде полностью под самые сидушки. Очистились. Дети вот сразу оседлали качели и качаются. Мы сейчас подойдем к магазину «Океан», который, как кто-то в сетях сказал, «Океан в океане». Он действительно так и находился. Океан в океане. Стоит магазин. А вокруг, как поется в песне, «Вода, вода, кругом вода». Немножко, конечно, попортили, вода попортила бетонное покрытие. Но это поправимое, это уладят. А вот сам магазин «Океан», который был в океане, окружен водой со всех сторон. Вот он, вот по этому месту, где идет женщина с ребенком. Тут тоже была сплошная вода. Сейчас этого ничего нет. Так что пережили мы этот шквал непогоды. Переживем и следующий. Хотя не хотелось бы, чтобы он повторялся. Но природа не шутит. Это нам нужно к природе относиться бережно. Тогда и природа будет нас уважать. И не будет таких катаклизмов. Ну а на этом, друзья, я заканчиваю. До новых встреч. До свидания.